Дядя, дядя, приём. Дядя, дядя. Ладно, шучу-шучу. Видео не об этом. Друзья, всем привет. Игра поощряет нас за положительное прохождение Квеста с Гриттой, поэтому многие платят из своего кармана за бедную вдову. Сегодня мы посмотрим, где диалоги с племянницей Тарабена, наслаждаясь многогранностью готики. Всё начинается с торговца Матео, который даёт нам задание вернуть 100 золотых монет. Что ты хочешь за свои услуги? 100 золотых монет. Это всё чертовски... Воспринимай это проще. Это не твоё золото, я имею в виду. А чьё? В принципе, это моё золото. Грита, племянница Плотника, уже давно не отдаёт мне долг. Но эта маленькая вертихвостка постоянно дефилирует в новых платьях. Это означает, что деньги у неё есть. Я хочу, чтобы ты выбил из неё этот долг. Но мастер Торбен, Плотник, тоже очень влиятельный человек. Принеси мне эти деньги, и я помогу тебе. Торбен уже в ужасе стоит. От долгов своей племянницы. Я насчёт Гриты. Моей племянницы? Какое тебе дело до неё? Это насчёт долга, да? Она должна 100 золотых торговцу Маттео. Скажи мне, что это не так. С тех пор, как она живёт со мной, от неё одни проблемы. Она задолжала почти всем торговцам города. Мне пришлось занять 200 золотых у ростовщика Лемора, чтобы расплатиться с её долгами. И вот теперь опять. Грита должна быть в доме. Иди поговори с ней. Но я скажу тебе честно, у неё нет ни одной золотой монеты. Посмотрим. Ну что ж, отправляемся к нашей героине. Что тебе нужно, чешедемец? Если ты пришёл просить милостыню, я вынуждена разочаровать тебя. Я бедная вдова. Меня зовут Грита. С тех пор, как умер мой муж, я слежу за домом моего дяди Торбена. Меня прислал Маттео. Он говорит, что ты задолжала ему. Он хочет получить деньги? За что? То, что он мне прислал, ни на что не годится. Ткань отвратительная. А швы расползаются прямо на глазах. А ты видел, какого они цвета? Это не тот цвет, что я заказывала. Это надувательство. Послушай, если бы мой муж был жив, он бы не посмел заявлять такое. Ох, мой бедный муж. Вот тут-то и начинается разводочка. Если слушать диалог дальше, то она разведёт нас на сто монет из своего кармана, надавя на жалость. Этот диалог зацикленный. Его можно слушать бесконечно. Он был таким хорошим человеком. Красивый, работящий, настоящий джентльмен. У нас было всё. Богатство, счастье. Иногда нас даже приглашали в высший свет. На торжества, где можно было похвастаться нарядом и прической. На званные обеды. Тогда всё было совсем по-другому. Тогда никто бы не осмелился унижать бедную вдову такими... О-о-о, ну давай. Нелепыми заявлениями. А что мне теперь делать? Моя пенсия еле позволяет сводить концы с концами. А жизнь становится всё труднее и труднее. Да ты сам можешь это видеть. Людям приходится экономить и потуже затягивать пояса. Уже много недель ни один корабль не заходил в город. Мой муж был капитаном торгового корабля. На самом деле он даже владел этим кораблём. Из своих долгих плаваний он всегда привозил мне подарки. Изысканные ткани с материка. Дорогие специи из южных стран. Бедная, бедная женщина. Большинство даже не слышали о таких вещах. Грита. Так назывался этот корабль. Мой муж назвал его. Так, из... Любви как. Я плакала и молилась, чтобы моему мужу удалось выжить в этой катастрофе. Я надеялась. Я ждала новостей о нём. Но все мои молитвы были тщетными. Да с милости Вицеринас над его душой. Пусть он спит спокойно. С тех пор мне приходится жить вот в этих скромных условиях. А теперь этот бездушный, бессердечный Матео хочет отнять у меня последнее сбережение. Пожалуйста, сжалься над бедной женщиной. Если бы мой муж был жив, Матео не посмел бы сделать это. Ох, мой бедный муж. Итак, по-новому. Он был таким хорошим человеком. Бла-бла-бла-бла-бла. Люис. Людохой. Он и нас. И так бесконечно. Были доходы. Он и нас. Хватит. Где золото? Но у меня нет золота. Я бедная вдова. Ну тогда мы просто продадим некоторые из твоих тряпок. Я уверен, что в твоём сундуке их целая груда. Как ты смеешь, деревенщина? Ладно. Вот, возьми золото. О, видишь? Это было не так уж сложно. А теперь, пожалуйста, покинь мой дом. Вот одно из первых решений. Гритта быстренько сдалась. А Торбен все еще в ступоре. Сейчас мы ему расскажем, что у неё были денежки. Я знал, что у твоей племянницы было сто золотых монет. Что? Ах, она змея. Это было моё золото. Она взяла его из моего сундука. Отдай мне его. Я должен сначала заплатить Лемору. Матео может подождать. Вот твоё золото. Спасибо. Теперь у меня есть хотя бы часть денег, которые я должен Лемору. Не могу поверить, что у неё хватило наглости взять моё золото. Итак, пойдёмте послушаем, что скажет Матео. Послушал мне кишечку. Вот твои сто золотых. И? Были какие-нибудь проблемы? Ничего такого, о чём стоило бы говорить. Хорошо. Ты выполнил свою часть сделки. И опять-таки мы поступили хорошо. И Гритта целая, и Матео доволен, и Торбен получил часть долгая. А что на это скажет сама Гритта? Что ещё тебе нужно? Ты получил моё золото. Убирайся. Итак, пробуем другой вариант. Выкладывай деньги, или мне придётся проучить тебя. Да ты просто обычный бандит. Давай, доставай своё оружие. Я позову стражу. Не обраться. Не хорошо, конечно, но... Обворовываем бедную женщину. И идём... Рассказывать о Торбене. Ну, смотрите, он уже не в шоке. Он уже работает. Он рад. у твоей племянницы было 100 золотых монет что ахана змея это было мое золото она взяла его из моего сундука отдай мне его я должен сначала заплатить лимару матео может подождать этот раз мы не отдадим ему золото посмотрим что он скажет не матео получит свои деньги назад ты просто убиваешь меня лимар не отличается великодушием когда дело доходит до долгов но по крайней мере ты расплатишься с долгами моей племянницы думаю мне нужно поблагодарить тебя за это и насколько я знаю эту гадюку я уверен что она побежит прямо к стражникам и обвинит тебя тоже я должен уладить этот вопрос арбен видите какой хороший человек он уладит проблемы с ополчением я не буду платить штраф вот твои 100 золотых и были какие-нибудь проблемы ничего такого о чем стоило бы говорить хорошо ты выполнил свою часть сделки а вот сама грита будет не в восторге до конца игры от нашего поступка ты грубое животное я не хочу иметь с тобой никаких дел лорд андре узнает о том что ты сделал обидели женщину если же после угроз не побить ее она будет выдавать следующие реплики до конца игры выкладывай деньги или мне придется проучить тебя да ты просто обычный бандит давай доставай свое оружие я позову стражу что-то уставился на меня как идиот ты все равно не осмелишься ударить меня даже когда мы вернем долг ничего не изменится что ты уставился на меня как идиот ты все равно не осмелишься ударить меня я собираюсь заплатить эту сумму за тебя ты сделаешь это ради меня я знала что ты не такой жадный как этот матео да да не стоит благодарности возвращайся когда вернешь деньги матео я хочу отблагодарить тебя а если же просто сразу заплатить за нее матео выскажет свое мнение вот твои 100 золотых ты хочешь заплатить за нее я бы предпочел чтобы ты выколотил эти деньги из нее но все же 100 золотых есть 100 золотых ты выполнил свою часть сделки вот матео трудно поспорить 100 золотых это 100 золотых но это еще не весь бонус теперь торбен будет обучать нас взлому замков очень приятно ты можешь научить меня вскрывать замки отмычками ты заплатил долг и грит и матео похоже ты хороший человек я обучу тебя тому что ты хочешь знать однако я не могу сделать это бесплатно сколько ты возьмешь 200 золотых монет может быть позже еще нас ждет маленький бонус от гритты это было очень благородно с твоей стороны заплатить за меня я хочу отблагодарить тебе вот бутылка вина которую мой муж до упокоит и нас его душу привез с южных островов также я расскажу о тебе всем наконец-то в городе появился человек чья добродетель да 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 не стоит благодарности и так дополнительные 50 опыта и бутылочка тёмного вина вот так нас поощряет игра взлом замков бутылочка вина и 50 дополнительного опыта на 5 шоке походу это было его темное вино ладно ребята большое спасибо что досмотрели до конца подписывайтесь на канал всем пока